Виртуальный музей Диафильм онлайн и ассоциация Растим читателя в сотрудничестве с Российской государственной детской библиотекой при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляют Марина Москвина «Моя собака любит джаз» художник Надежда Суворова Мы с моим дядей Женей ходили в Дом культуры. Он врач, ухо-горлонос, но для него музыка – это всё. Когда в Москву приехал один король джаза, все стали просить его расписаться на пластинках, а у дяди Жени пластинки не было. Тогда он поднял свитер и на рубашке фломастером король джаза поставил ему автограф. А что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры? Свистел, кричал, аплодировал. А когда вышел музыкант в соломенном шлеме, в зелёных носках и красной рубашке, дядя Женя сказал «Ну, Андрюха, толстое время началось!» Я сначала не понял, а как тот отразился красно-золотой в чёрной крышке рояля, как начал разгуливать по залу и дуть, дуть напропалую в свой саксофон, сразу стало ясно, что это за толстое время. Зрители вошли в такой раж, что позабыли все приличия, вытащили дудки, давать дудеть, звенеть ключами, стучать ногами. Музыкант играл как очумевший. А я всё хотел и хотел на него смотреть. Там всё про меня в этой музыке, то есть про меня и про мою собаку. У меня такса, его зовут Кит. Я за такую собаку ничего бы не пожалел. Она раз пропала, я чуть с ума не сошёл, искал. Представляешь, он эту музыку прямо на ходу сочиняет. Всё от фонаря лепит, что попало. Вот это по мне! Веселиться на всю катушку. Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. Мы с Китом тоже. Я обринчу на гитаре и пою, а он лает и подвывает. Всё без слов. А зачем нам с Китом слова? И у меня были задатки, но их не развивали. Я в школе считался неплохим гарнистом. Мог бы войти в первую десятку страны. А может, и в первую пятёрку. И в первую тридцатку мира. А стал простой ухо-горлонос. Не надо об этом. Андрюха, ты молодой. Учись джазу. А я всё прошляпил. А тебя ждёт необыкновенная судьба. Здесь, в Доме культуры, есть такая студия. Дядина мнение совпадало с моим. Джаз – подходящее дело. Но вот в чём загвоздка. Я не могу петь один. Неважно кто. Даже муха своим жужжанием может скрасить моё одиночество. А что говорить о ките? Для кита пение всё. Поэтому я взял его с собой на прослушивание. В Доме культуры навстречу нам шёл вчерашний музыкант без саксофона с чашкой воды. Где тут принимают в джаз? Прослушивание в третьей комнате. На двери висела табличка «Зав уч частью Наина Петровна Шпорина». Я постучал. Я так волновался раз в жизни, когда кит изжевал и проглотил галошу. Я чуть с ума не сошёл, всё думал, переварит он её или нет. Я хочу в джаз. Я выпалил это громко и ясно, чтобы не подумали, что я мямля. Но Наина Петровна указала мне на плакат. Там было написано «Говори в полголоса». А я не могу в полголоса. И я не люблю не звенеть ложкой в чае, когда размешиваю сахар. Приходится себя сдерживать, а я этого не могу. Собаку нельзя. Кит любит джаз. Мы поём с ним вдвоём. Собаку нельзя. Вся радость улетучилась, когда я закрыл дверь перед носом у кита. Но необыкновенная судьба, которую прошляпил дядя Женя, ждала меня. Я сел на стул и взял в руки гитару. Мне нравится петь, и я хочу петь. Я буду. Хочу. Я хочу хотеть. Держитесь, Наина Петровна. Говори в полголоса, двигайся в полсилы. Сейчас вы огромное испытаете потрясение. Наина стояла, как статуя командора, и я не мог начать, хоть ты тресни. Чтобы не молчать, я издал звук бьющейся тарелки, льющейся воды и комканья газеты. Стоп. Руки у нее были холодные, как у мороженщицы. Во поле березка стояла. Повтори. Во поле берез... Стоп. У тебя слуха нет. Ты не подходишь. Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел. Ну, Андрюха, джаз, да! Всем своим видом, говорил он, и колотил хвостом. Дома я позвонил дяде Жене. У меня нет слуха. Я не подхожу. Слух? Слух ничто. Ты не можешь повторить чужую мелодию. Ты поешь, как никто никогда до тебя не пел. Это и есть настоящая одаренность. Джаз. Джаз не музыка. Джаз — это состояние души. Во поле березка стояла. Я извлек из гитары квакающий звук. Во поле взвыл кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов. Клич самца горбыляк, крики, чаек. Кит гудок поработает. Ой, гудок парохода. Он знал, как поднять мой ослабевший дух. А я вспомнил. Да чего был жуткий мороз, Когда мы с китом выбрали друг друга на птичьем рынке. Вопали березка. Из мухи радости мы раздули такого слона, Что с кухни примчалась бабушка. Умолкните, балбесы! Балбесы! Но песня пошла, мы не могли ее не петь. Во поле кудрявая стояла. Дядя Женя удалял больному гланды И вдруг услышал джаз. Джаз передают. Сестра, сделайте погромче. Но у нас нет радио. Вчерашний музыкант заваривал новый пакетик чая, Когда ему в голову пришла отчаянная мысль Сыграть горячее соло. На саксофоне под паровозной нет. Лучше пароходный гудок. А в новом Орлеане король джаза Ну просто совершенно неожиданно для себя Хриплым голосом запел. Вопале березка стояла, Вопале кудрявая стояла. И весь новый Орлеан Разудало грянул. Люли-люли стояла, Люли-люли стояла. Конец.